Всем добрый вечер! Что, не ждали? А я приперся! Да, добрый вечер! Слушайте, ну я в разъездах просто завтра, по идее, если ничего не поменяется, я отбываю в город Герой Ростов-на-Дону для съемок. Поэтому довольно-таки много пришлось там что-то такого переделать, потому что семью оставляю почти на три недели без присмотра. Надо какие-то было вопросы такие порешать, да, ну чтобы им как-то там было попроще. Вот, поэтому да. И завтра у меня еще запись программы на канале Спас. Вот. У меня знаете, кто будет брать интервью? Помните, у Путина девочка незрячая как-то брала интервью. Вот у нее, вот у нее своя программа на канале Спас. Я, к сожалению, не очень помню, как ее зовут. Вот. Ну вот, меня пригласили к ней на интервью. И завтра я там, ну, рано утром должен быть на записи. Здрасте, здрасте. Мне просто самому интересно с ней поговорить. Она мне показалась очень интересной, необычной девочкой. И я завтра все-таки надеюсь понять, что же, что же меня зацепило. Вот. Так что вот так вот. Не видел ее ни одной программы, не видел вообще как-то, да. И к своему стыду, не помню, как ее зовут. Ну вот, мне как бы объяснили. Я вспомнил, еще раз говорю, вот эту вот историю с Владимиром Владимировичем, когда она его интервьюировала. И я прямо так, прямо говорю, ну давайте. При том, что у меня как бы завтра куча дел. Мне завтра, по идее, уезжать. И мне еще куча дел. Но я согласился, потому что, ну, как бы вот. Во-первых, они очень хотят. И я понимаю, что надо. Ну, в смысле, мне тоже интересно это. Да, в Ростове-на-Дону будут съемки фильмов. Да. Сегодня же праздник. Сегодня же и 7 ноября. И сегодня же еще, если я не ошибаюсь, по-моему, сегодня или вчера был день милиции. Когда у нас был, не помните? В Иркутске полночь. Доброй ночи. Здорово, знахарь. Здорово. Здорово. Название передачи. Слушайте, ребятки, давайте я завтра все узнаю. Я какую-нибудь вам фоточку выложу. Вот. И точно сразу не надо меня мучать, когда эфир. Потому что я не знаю, когда эфир. Вот. 103 года революции. Да, 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 да. Эфир, но я обычно всегда сохраняю на 24 часа эфир. А, 10-го будет день милиции. 10-го, да? Понятно. Спасибо, да. Да здравствует Ильич. Владимир Ильич. Да, да. Чего? Историческая личность. Ну, что делать? Можно к нему по-разному относиться, но такой человек был в истории нашей страны. Знаете, и вычеркивать его из истории, это... Ну, это, знаете, такое делают только ущербные люди, я считаю. Немножко как-то, знаете, такие, ну, не совсем в себе. Ну, как бы потому, что это история твоей жизни, твоего государства, твоих предков и так далее. Как ты можешь это вычеркнуть? От того, что ты его вычеркиваешь из жизни, там, да, вообще там из как бы это... Ничего не меняется. Он все равно есть, он все равно будет, как бы, да. Просто ты дураком выглядишь в этой истории, когда ты пытаешься сделать вид, что, типа, там, этого не было. Или, типа, я не хочу о нем ничего знать. Если ты не хочешь знать ничего об этой исторической личности, то не тебя, так твоих детей или внуков ждет участь повторения. И придет такая же личность, и повторится то же самое. Историю надо знать, исторические личности надо знать. Потому что при всем негативе, допустим, каком-то, который они совершили, находясь в тех исторических обстоятельствах, они, ко всему прочему, сделали и огромное количество положительных вещей, как бы там ни было. Вот. И я говорю, что когда вот начинаются какие-нибудь такие, там, знаете, переименования, какие-нибудь там сносы памятников, это говорит просто о том, что это делают ущербные, нездоровые люди, понимаете. И мне их, честно говоря, жалко становится. Вот. Потому что они примитивные, не понимают, что делают. Вот. В Англии, во Франции стоят памятники и тиранам, и великим императорам, и великим историческим личностям, спорным, спорным личностям, где нету консенсуса в обществе по поводу того. Но память о них никто не трогает. Вот у нас только, получается, две дебильные нации. Американцы, которые посносили недавно памятники генералам армии конфедератов и президентам, якобы рабовладельцам и так далее. Ну и вторые дегенераты, это у нас на Украине. Вот. Вот как бы они друг друга нашли, судя по всему. Так что так вот. Да, Владимир Ильич Ленин – великая историческая личность. Как и Осип Виссарионович Сталин. Как и Брежнев, как и Хрущев. Как и Горбачев, кстати. Как и Ельцин, которых я ненавижу, но я не пойду ломать памятники, поставленные им. Вот. Не пойду. Я просто приду, покажу этот памятник своему сыну или внуку и объясню, кто это был. Добрый вечер. Здрасте. Здрасте. Да, на улице, слушай, на улице сегодня очень тепло было, кстати. Как мы ведем себя к исторической памяти, да, так и будущее поступит с нами. Абсолютно правильная. Ну, я за вас закончил фразу. Вот. Как вы к истории, так и будущее поступит с вами. Вот. Да. Кали, где в Ростов-на-Дону? Кали, кали, кали. Завтра кали. Лужкова уважали. Лужков хороший был, в общем-то, в принципе. Он такой простоватый был. Я даже как бы с ним, ну не то, что там был знаком, но я как бы видел его так вживую прямо. Вот. Общаться не общались, но стоял рядом, слушал. Слушайте, он такой был, простой очень мужичок такой. Он такой хозяйственник прям, вот хозяйственник. Вот мэр Москвы, это прям потолок его был. Реально, он был на своем месте. И действовал он как бы, ну, по ситуации. По ситуации действовал. Здрасте. Здрасте. Вот. Поэтому, да. Что-то мне там не нравилось, когда он там что-то делал. Что-то нравилось и так далее. Но. Памятник я точно не буду его сносить. Даже памятник Горбачеву и Ельцину, которых я люто ненавижу. Это прямо вот две мразоты в моей, как бы, вот там жизни были. Которых я ненавижу всем своим сердцем и душой. Вот. И даже не готов простить, несмотря на то, что там один уже умер, а второй там одной ногой в могиле стоит. Но я точно не буду сносить их памятники. И более того, я даже не дам это сделать другим. Да, 55 томов Ленина изучали в институте. Ну, слушайте, там не было чему поизучать-то, собственно говоря. Я так думаю, что если вы все 55 томов-то как бы изучили, то я думаю, что у вас очень высокий интеллект и правильное понимание вообще происходящих процессов не только в стране и в экономике, но и в мире в целом. Да? Я не ошибаюсь? Барнаул. Привет, Барнаул. Удачной дороги. Да. Да. Спасибо. Хороший денек сегодня был. Вот. Завтра бы еще успеть все сделать, что запланировал. И прям было бы супер. Потому что я завтра пойду сдавать кровь на антитела. Вот. Я заходил в гемотест, выяснил. Они говорят, да, есть такое дело. Мне спасибо всем, кто мне посоветовал это. Вот. Я сказал, что мне надо. Они говорят, ну да, мы поняли. Говорят, ну вы в прошлый раз сдавали. Типа на болен, не болен в смысле. Типа, ну болел там или не болел. Я говорю, да. А это, говорю, у меня вот такая ситуация. Я объяснил. Они говорят, да, мы поняли. Есть такое это, трали-вали. Вот. Завтра пойду сдам. Вот. И мне как раз надо будет на съемке, ну, показать бумажечку там по приезду, что я здоров там или что там у меня там я там не болел или что у меня там антитела есть и так далее. Вот. Они там говорят, что там день это делается. Но теоретически, теоретически они мне по почте это пришлют там, вот. Этого будет достаточно. Спасибо. Сколько стоит анализ? Анализ в гемотесте стоит 3,5 тысячи. Но это специфический анализ, надо понимать. Это не просто анализ на ковид. Это анализ как раз для тех, кто сделал себе вакцину. Нового министра здравоохранения в Омске назначили. Ну, это хорошо. Наверное, не знаю. Привет, Станбул. Здрасте. Салям алейкум, наверное. Вот. Дай бог вам здоровья. Спасибо вам тоже. Всем здоровья. На съемках успехов? Ну, надеюсь. Вроде бы как бы это, ну... Все должно получиться. Привет из КБР. Здорово, КБР. Вот. Привет из Снежной Сибири. О, в Сибири снежочек уже вышел. Чехов вижу. Стоит 500 рублей на антитела. Не-не-не, вы не поняли. Не поняли немножко. Вы не... Как сказать? Не о том. Не о том. Это... Не просто там, типа, переболел, не переболел, есть антитела или нет. У меня такой анализ может ничего не показать. Вот. Потому что у меня вакцину мне укололи, понимаете? Прививку сделали. А не я переболел там и так далее. Что-что, не понял. Украинцы дебильная нация. Я... Я понимаю, власть про народ некрасиво. Слушайте, относитесь к этому как хотите. Вы считаете, что нормальные люди будут сносить памятники, которые не могут им ответить? Просто вот сносить памятники, да? Вы не забывайте, если вы как бы такие умные, вы не забывайте, что Украина в сегодняшних границах существует благодаря двум, точнее, трём людям. Трём людям. Это Ленину, это Сталину и это Хрущёву. Вот. Понимаете? То есть три... Ну, Хрущёв как бы ладно. С Хрущёвым уже, как говорится, вышли 0-0. 1-1, как говорится. По нулям, грубо говоря, да? Так вот, то, что от сегодняшней Украины осталось, это было сделано Лениным и Сталином. Два человека, которые создали ваше государство. Которые создали из аграрной, забитой, с неграмотным населением, кроме Киева, практически, населением, создали мощнейшую, индустриально развитую страну. Были построены заводы, фабрики, университеты. Понимаете? Авиационная промышленность. Там чего только... Чего только не было в той Украине. Украина там за какие-то 70 лет стала экономически, технологически одной из самых продвинутых не просто республик, а не просто в Советском Союзе республик, да? А в Европе, вот. И за 30 лет вы это все просрали. Вот. Теперь галадранцы, понимаете? С протянутой рукой ходите. Только ходите, как говорится, там лозунгами кидаетесь. Вот. Как я уже говорил, в 89-м тире 91-м году на Украине кричали «Хватит кормить москалей и Россию!» Прошло 30 лет, сейчас у вас один девиз «Дайте грошей». Скажите, кто вы после этого? Ну, трудно назвать умными людьми, согласитесь. Ну, трудно назвать умными людьми, которые получили больше, чем... В России было меньше, чем на Украине. В России это было все разбросано на огромных территориях. На Украине это было все сконцентрировано. Все было в рабочем состоянии. Были миллионы рабочих мест. И так далее, и так далее. Вот. Прошло 30 лет. Кто вы? Кем вы стали? И вы после этого обижаетесь, что я там некорректно выразился там о народе? А кто по-вашему виноват? Не народ, который поддерживает политику своих президентов, президентов, правительств и тому подобное? М? Вы ходите, голосуете. Вы выбираете то правительство, которое вас доводит до этого состояния. Так что не надо сейчас мне здесь претензии предъявлять, что я там что-то не так сказал. Понимаете? На себя в зеркало посмотрите, сделайте выводы. Пока еще не поздно. Хотя, мне кажется, уже красная черта пройдена, и вы уже ничего не сможете сделать уже. Процесс не обратим, к сожалению. Вы все ждете, когда Россия развалится. Я только и слышу об этом. От своих украинских товарищей. Что Россия скоро развалится. Знаете, пока Россия будет разваливаться, я боюсь, что она, как сказал Путин, может простудиться на ваших похоронах. Понимаете? Поэтому, как бы, делайте выводы. Не надо здесь строить из себя обиженных, а вот голову включите, и подумайте, что еще можно сделать, чтобы спасти страну, народ. Да? Вот. Потому что по неправильному пути вы пошли. Не знаю, успеете ли вы вернуться. Потому что, как раз, вот те, кто вас ведет по этому пути, они-то как раз хорошо. Они-то как раз хорошо. Вот, например, Трамп, Трамп, за время своего президентства, стал беднее на полтора миллиарда. А ваш украинский президент, Порошенко, стал богаче на три миллиарда. Понимаете? Вот и делайте выводы после того, кого вы себе выбираете. Потому что, как бы там ни было, вы потом прыгаете на Майданах, и так далее, и сносите страну, и власть к чертовой матери. А потом плачете, что вас очередной раз поимели. В общем, ладно, бесполезно об этом говорить. Заговорится. Я думаю, что вы все равно не поймете, о чем я. Привет из Москвы. Вот, как... Здрасте, Москва. Здрасте. Так, попытка найти... Попытка найти место... О! Смотрите, а! Как ждало меня. Я вас умоляю, не надо вот это вот народ, понимаете, вот не надо, вот мне про народ не надо ничего рассказывать. Вот. Потому что я знаю, что, как говорится, пока им обещают и так далее, они там сносят, а потом проходит время, они такие, а шо мы можем? А шо мы могли? А кто нас пытал? Мы... Вы прыгали, вы, вы прыгали на Майдане, вы жгли Беркут, вы кидались в коктейлями Молотова и так далее. Вы кричали, москалей на ножи, москаляку на еляку. Вы народ. Это не Порошенко делал. Никто. Народ это делал. Украинский народ это делал. Я это лично видел, и я это лично знаю. Так что не надо вот сейчас мне пытаться сделать тут народ, оградить, вот как бы там, отделить народ. Не-не-не-не-не-не. Ребята, вы с ними. Вы с ними. Вы с ними. Привет, Омск. Здрасте. Политика не пытка. Не-не-не-питка. Что? Попитка не питка. Да-да-да-да-да. Да. Жваневский, да, мы вчера об этом говорили. Ну, что делать? Слушайте, да. Ну, он прожил жизнь достойную, он прожил жизнь запоминающуюся. В нашей памяти он оставил огромный пласт каких-то таких приятных воспоминаний. Знаете, что я поймал себя на чем? Вот сегодняшние комики пытаются нас рассмешить, а если им удастся, чтобы мы еще и поржали над их шутками, а вот у Жваневского мы посмеемся, а потом задумаемся, да? Вот как бы вот сатира, вот юмор, когда вроде посмеялся, а потом задумался, да? И даже где-то там свою жизнь там переосмыслил, переоценил какие-то там вещи и так далее, и так далее. Ну, это такая вот как бы эта история. Да. Дратуйте, дратуйте. Поэтому да, ну, возраст такой, слушайте, ну, можно только об этом сожалеть. Ну, с другой стороны, я говорю, что, я всегда говорю, когда уходят старики, ты об этом просто сожалеешь, что они не могут тебя еще чему-то научить, и, да, вот. А когда вот уходят молодые, это, конечно, трагедия. Вот когда молодые уходят, это трагедия. Когда уходят старики, это сожаление, что закончилось, какой-то пласт, какой-то кусок времени, эпохи какой-то и так далее. Да, Тверь пришла. Да. Белоруссия сегодня праздник 7 ноября. Ну, я поздравляю всех с 7 ноября. В принципе, как бы праздник из нашего прошлого. Не самый плохой праздник, слушайте, по-моему. Юра из Ростова, возможно, это эфирчики. Посмотрим. Мы будем сниматься с Куликовой, вот, Машей. Вот, кстати, у нее, по-моему, сегодня премьера на втором канале. Вот. Мы будем с ней сниматься. Я думаю, что мы, может быть, с ней вместе сделаем какой-нибудь эфир. Если у нас будут на это время и силы. Вот. Сбираюсь в поездку в Россию. Ну, аккуратнее только, смотрите. Я не знаю, границы открыты, не открыты. Аккуратнее будьте. Шапка, ну, такой, да. Хороший праздник был. Но неплохой, как бы, да. Язык пескостей. Да, чувствуется, что вы хорошо владеете русской грамматикой. Даже лучше, чем я. Это я троечником был по русскому языку. Привет, Львов, привет. Жванецкий ничего не сказал за Донбасс или против Путина. Мудрец. Слушайте, ну, для того, чтобы быть, чтобы, ну, как сказать, ну, понимаете, какой уровень был таланта у человека, да, какая глубина была философии, что он, как бы, ну, там, ничего не говорил за Донбасс и за Путина. А мы, тем не менее, его любили. Ну, вот, что можно сказать. Молодец он. Молодец он. Ну, слушайте, он там еще Райкина застал живого, там, Аркадия Райкина, да. Вот, он же, как бы, сын отлично. Пишите правильно слово. Да, да. Ладно, ну, такое дело, как бы, вот. Все, да, други мои, давайте. Я завтра не знаю, выйду я в эфир или нет. Скорее всего, нет. Потому что завтра у меня много, кажут, открыто на Белгород-Харьков. Вы имеете через границу? Ну, слушайте, теоретически, наверное, можно как-то проскочить. Насколько я знаю, что, по-моему, ходят поезда какие-то. Не поезда, автобусы, извините. Автобусы, маршрутки. Вот. Ну, попробуйте, попробуйте. Вот. Ну, в любом случае, как бы, это, там, поаккуратнее берегитесь, там, это. Человека уважают за поступки, а не за слова? Ну, наверное, да, я тут не буду спорить. Не буду спорить. Вот. Но иногда слова людей подвигают на поступки, особенно правильные слова, да, и слова, сказанные тем человеком, который вызывает доверие и уважение. Поступки-то тоже не на пустом месте рождаются, правильно? Наверное, все-таки, наверное, же, все-таки сначала слова появляются, да. Чего же там говорить? Сотворение мира началось с того, что сначала появилось слово, да, вот, и слово было у Бога. А потом уже Бог начал совершать поступки и создал, собственно говоря, нас с вами. Так что тут можно долго об этом спорить. Други мои, нехайно, знаемые. Да, все, так, ладно, все, ребятки, да, я вас всех обнимаю, берегите себя, вот, мира вам, благополучия, хорошего выходного. Не забывайте, понедельник неизбежен, да, не заплывайте за буйки, вот, да. Я завтра, это, я думаю, что я уже из Ростова там как-то там дам вам знать, как чего, там, какие-то фоточки, видосик буду выкладывать. Ну, в общем, короче, вы знаете, вот, я буду за вами скучать, вы, надеюсь, тоже, и до скорой встречи. Все, всех обнял, будьте здоровы, берегите себя, родных, и берегите, берегите то, что вам очень дорого. Пока.